Регистрация на централизованное тестирование длилась целый месяц – со 2 мая до 1 июня. Этого времени хватило не всем. Ещё несколько дней после завершения процесса в пункт регистрации обращались желающие принять участие в испытаниях. Тех абитуриентов, кто вовремя заявил о своём желании побороться за студенческий билет, набралось около 3100. В общей сложности они напишут свыше 9000 тестов. По сравнению с прошлым годом число желающих участвовать в централизованном тестировании существенно не изменилось. Преобладают среди них нынешние выпускники школ, хотя немало и тех, кто намерен продолжить образование и спустя годы послешкольного выпускного. Самым массовым предметом в этом году станет русский язык. Математика, которая не один год удерживала пальму первенства, по популярности опустилась на второе место. Это связано с изменением вступительных испытаний в некоторых вузах, где экзамен по математике заменили испытаниями по другим предметам. В итоге стало больше желающих сдать иностранный язык и обществоведение. Централизованное тестирование в Солигорске традиционно пройдет на базе трех учебных заведений – 10-й и 11-й школ и 2-й гимназии. Сейчас идет подготовка аудитории и персонала. Благодаря помощи и Солигорского райисполкома, и отделу образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома, нам удается организовать и проводить тестирование ежегодно в достаточно большом объеме. В этом году на самый массовый предмет русский язык будет занято 75 аудиторий. С учетом того, что в соответствии с положением о централизованном тестировании в каждой аудитории должно быть не менее трех организаторов, то есть один ответственный организатор и два организатора, то количество педагогов, которые задействованы в процессе проведения тестирования, очень большое. То есть, вы видите, 75 аудиторий, по три – это уже более 200 человек, плюс еще организаторы на входах, на коридорах и так далее. То есть, процесс достаточно сложный, достаточно серьезный, нужно должно все быть организовано четко, чтобы не было никаких сборов. По словам организаторов, требования к участникам централизованного тестирования остались прежними – заблаговременно явиться в аудиторию с паспортом, пропуском и черной гелевой ручкой. Единственное изменение этого года – увеличение со 120 до 150 минут времени написания теста по химии. Есть уже и список тех, кто не будет допущен к централизованному тестированию. Это абитуриенты, которые подали заявление, но не подкрепили их внесением денежных средств на счет Республиканского института контроля знаний. Абитуриенты, которые не оплатили, подали заявление, но не оплатили, они не имеют права принимать участие в централизованном тестировании. По нашему пункту регистрации таких 35 человек. То есть это люди, которые пришли и подали заявление, получили номер лицевого счета, но не оплатили свое участие. Поэтому, к сожалению, такие люди в списках будут отсутствовать. Но я просто их предупреждаю, что они к тестированию не допущены. Должен быть обязательно паспорт. И отсутствие паспорта по причине нахождения документа, например, в посольстве, на визе, не является уважительной причиной, по которой абитуриент отсутствует на тестировании. Также обращаем внимание абитуриентов, которые заканчивают учреждение среднего специального образования или профессионально-технического. Выпускные экзамены, защита дипломных работ либо государственные экзамены также не являются уважительной причиной, по которой абитуриент будет иметь право проходить тестирование в резервный день. Стартует ЦТ в ближайший понедельник тестом по белорусскому языку. Завершится 27 июня испытаниями по географии и всемирной истории. Начало всех тестов в 11.00. Списки абитуриентов, которые составят в алфавитном порядке, помогут на месте проведения централизованного тестирования легко найти свою аудиторию. Резервным днём для участия в тестировании в этом году станет 5 июля. Тесты в резервный день абитуриенты смогут написать только на базе БГУ.